В Екатеринбурге, в зоопарке, на 26-м году жизни скоропостижно скончался любимец публики белый медведь по имени Умка. Считается, что в неволе белые мишки живут 25-30 лет, ну рекорд 45. Но Умка умер вовсе не от преклонного возраста, а он погиб, точнее даже его убили, прикиньте, маленьким резиновым детским мячиком. Кто-то, не сказать, что злонамеренный, но явно не читающий надписи на вольерах и не знающий, что для крупных подневольных животных игрушки изготавливаются специальными фирмами с учетом физиологических особенностей, бросил Умке маленький мячик. Медведь его проглотил, мячик остался в желудке и убил Умку. Вот уж не думал в детстве, что когда-нибудь такое скажу, друзья, но Умка умер. Поскольку это был не рядовой обитатель зверинца, а настоящий любимец публики, постольку на официальном сайте Екатеринбургского зоопарка появилось что-то на вроде некролога. Вот такой кровожадной жести. Хотя в душе мы тоже, как и многие другие телекомпании, хотели бы рассказывать о медвежатах и ежатах. Похоже, сегодня этот день настал. Итак, известно, что белый медведь Умка родился 23 января 1996 года, то есть в разгар лихих 90-х. Родился он на Чукотке, в дикой природе и в самом раннем детстве лишился мамы. Ну, говорю же, 90-е. А прикиньте, если бы в мультике про Умку медвежонок в детстве потерял маму, какая бы это была травма для всех советских детей. И тогда в мультфильме была бы совсем другая песня. Вместо «Мы плывем на льдине, как на бригантине, по седым суровым морям» пелось бы «По синему морю, к зеленой земле, плыву я на белом своем корабле». Ну, а для нашего не мультяшного, а реального Умки в его детстве были актуальны такие слова из этой песни. Ведь так не бывает на свете, что были потеряны дети. Но в 90-е мама Умки к нему так и не вернулась. И его подобрали жители поселка Биллингс, что на берегу Чукотского моря, неподалеку от острова Врангеля. Аборигены Биллингса, как сказано в биографии Умки, отбили малыша от стаи поселковых собак, которые ему, как Гарри Поттеру, оставили на белом лбу сильно заметный черный шрам. По поводу шрама можно было бы до кучи к детским персонажам Умки, мамонтенку, Гарри Поттеру еще подтянуть за уши и короля льва. Но это, пожалуй, уже лишковато. Первые четыре месяца жизни Умка жил в поселковом сарае, питаясь рыбой и жирным мясом тюленей и моржей, принесенных добрыми биллингсчанами. Но со временем медведь стал крупнеть и представлять опасность для окружающих. В дикую природу его выпустить уже было невозможно. Не охотиться, не защищаться он не умел, а людей не боялся, потому мог напасть. И один путь ему был нарисован хиромантичной линией жизни в зоопарк. Из всех зверинцев планеты двухлетний Умка выбрал наш, Екатеринбургский. А потом был долгий авиаперелет Чукотка, Москва, Екатеринбург. И 24 апреля 1998 года Умка прибыл в наш зоопарк. Через три дня, наверное, работники ДАСЦО отметили бы 23-летие прибытия Умки к нам в горы. Но белый Мишка чуток не дожил до этого дня, погиб от мячика. Можно, конечно, уплакаться, как его вдова Айна и наверняка некоторые люди. Но, посмотрите, Умка прожил долгую достойную жизнь. Он был реально уже стареньким, 25-летним. Да, поначалу, в первые два года ему было нелегко. Осиротел, пострадал от собак, жил в темном, замкнутом пространстве. Но потом, при Путине, жизнь-то заколосилась, как у героев мультика «Мадагаскар». В зоопарке-то ведь не житуха, а халява. Жена под боком, кормят, поют. Зрители твое тщеславие почесывают, что еще нужно животному. Ну а завершить репортаж хотелось бы цитатой из зоопаркового некролога. Дорогие посетители, призываем вас к бережному отношению к животным зоопарка. Даже крупный и грозный хищник не может защитить себя от небрежно брошенных подарков. Прости нас, Умка. Ну и совсем на посошок слова из колыбельной Умки. Спят твои соседи, белые медведи, спи и ты, скорей, малыш. Упи, упи, вот тебе раз.